Фанерное солнце. Лучше фанерное солнце на ветке, чем настоящая за тучкой. Пригнем на эти ничьи, а ритмам дедям. Хороший в основном, кто умеет сохранить хорошее настроение при любой погоде. Идет дождь, великолепно. Он затерет за это плевать, снег метет, еще лучше, самое время снеговика слепить. Зимой можно радоваться за горьком весной тому, что они тают летом, что их вовсе нет, а осенью... Мне кажется, что осенью не радоваться нечему. Солнца нет, ветер холодный, плоды промозглые, очень хочется поежиться, даже если ты и не ежик вовсе, а бараш. Сложная штука, настроение, что оно есть, а то его нет. У бараши наступили эмоции, и страница стала куда-то пропадать. Однажды утром и вовсе исчезло. Бараш ждал немного, вновь вернулся, затем надел теплый шарф, взял зонтик и вышел на прохладный осенний воздух, поискать пропажу. Серые тучи лениво спорили за место под солнцем. Конноцветные листья медленно упадали из деревьев. Бараша красота природы не радовала. Он улыбнул под торпинки, вошла зонтиком, опавшую листву, в поисках пропавшего настроения. Оказалось, что оно где-то совсем рядом, только вот где. «Есть!» — раздался из-за холма подозрительно знакомый голос. «Быстрей! Сюда! Пока не ушло!» Бараш поспешил на голос. Забравшись на вершину холма, он увидел крошу с ёжиком, которые носились сверху вниз. Прошпинул, что они устроили соревнование по бегу с препятствиями. Но оказалось, что друзья задумали подкрепить тепла к заморозкам. Поэтому гонялись за редкими солнечными лучами, в которых чуть теплилась жизнь. «Сюда! Сюда! Я его поймал!» — закричал крошу, набрасывая зелёный дыбной матрас на большое солнечное пятно. «Бегу, бегу!» — проботал запыхавшийся ёжик, но не успел он добежать до кроши как луч из час. После нескольких неудачных попыток друзьям, наконец, удалось поймать один нерасторопный лучик. «Хорошо!» — вздохнул ёжик. Устраиваясь на иглоупорном матрасе, «Надо побольше погреться, чтобы на слезе ему хватило!» «Надо важно!» — сказал крошу, надел солнцезащитные очки. Но стоило ему только закрыть глаза и расслабиться, как солнце опять лёда подрывалось. На этот раз виновата была не туча, а тень бараши и его зонтика. Бараш был так обречален пропажей, настроением, что от него и вправду одна тень осталась. «Бараш, дайди, солнце заграживаешь!» — недовольно заметил крош. «Лето кончилось!» «Вообще-то, сегодня дождь обещали!» Тузко произнес бараш, сложил зонтик и отступил на шаг в сторону. Однако солнце за ним оказалось. На этот раз оно ушло в тёплые края до самой весны. Небо окончательно промочнело и нахмылось, а вместе с ним нахмынулся ёжик. Хмурый ёжик тяжело вздохнул и по ошибке сел на нырной матрас Кроша. «Бабах!» — раздался взрыв, и от матраса остались одни лоскутки. «Ну вот!» — сказал барашевский зонтик. «Лето кончилось!» «Мы же не успели прогреться как следует!» — расшептал ёжик, едва сдерживая слёзы. «Увы!» — вздохнул бараш. «Меня, к слову сказать, тоже настроение какое-то незолнечное!» «Пойду, что ли, в Савунье?» «Напьюсь чаю!» «Мо всё-то поможет!» И пока шуныл побыл полуступной листвой тропинки к дому Савуни. Крошь ёжиком так и остались сидеть на пожёхлой осенней траве, раскладывая перед собой кусочки лопушевого матраса. У Савуния с осенью наступила рахлопот. Нужно было освободить 7 видов варенья, насушить 5 мешков седомных гибов и 10 прыжков лечебных трав. Работа кипела, и хорошее настроение было, хоть и отравляй. Увидев грустного бараша, Савуния тотчас же принялась выкачать его горячим чаем. Бараш совсем продрог, и потому с удовольствием выпил чашечку. Вторую чашечку он выпил за компанию, третью из вежливости. Наливая десятую чашку, Савуния осторожна. Спросила. Ну как, настроение поднимается? Бараш вяло пожал плечами, его настроение было тише воды ниже травой. Так-так, назвалась Савуния. Испробуем-ка успокоительный чай с мятой. Я с орховыми почечками. Больше меня не влезет, взахнул бараш. Какое тяжелое у тебя настроение, никак не поднять. Гол с минусом ему за поведение, возмутилась Савуния. Там-ка я тебе на всякий случай рыбьего жира. Я и так чувствую себя рыбой. Кругом сыро и пасмурно. У вас слипнул бараш. Либо солнце, немножко. У тебя есть что-нибудь солнечное? Савуния задумчивая, где делал кухню и сказала. Где-то у меня были солнечные часы, но без солнца они плохо работают. В оригинале они вообще не работают. Но бараша уже не было в комнате. Он ловил по тропинке, накалывая на зонтик мокрые листья. Мысли у него были невеселые. Нацени не нашел. Солнце потерял. Растяпа. Теперь ищи их свищи до самой весны. Ветер доносил и бараша запах вязшей травы и еловых шишек. Шумели, поредевшие кроны осиных леонов. Бараш поднял голову и вдруг увидел. Солнце! Самое настоящее! Жжётое и лучистое! Солнце? Не может быть! Ласклый лунный побежал на свет прямо через кусты. ВИРА! Бараш выбежал на поляну и перед ним открылась невероятная картина. Под большим деревом стоял ежик и командовал. ВИРА! ВИРА! Окош тренул за переброшенную через ветку веревку, на конце которой покачивалось солнце. Оно поднималось все выше и выше. Конечно же солнце было не настоящим. Крушежиком смастерили его своими луками. Вырезали круг из куска фанеры. Поделали к нему несколько фанерных лучей и покрасили в желтый свет. Правде говоря, фанерная солнца ни капельки не грела и ни чудочки не светила. Но когда друзья закрепили его на ветке, стоять по ним вместе оказалось почему-то очень приятно. Хорошо печет! Сказал Крош, изябка правила с отхода. Хорошо! Неживно согласился ежик. Начало темнеть и Крош включил свой карманный фонарик, чтобы солнце было видно до самой ночи. Позор шоу шоу листьев и на поляне вкусный запах от чая. Из кустов привел с сауния с чайными чашками и завароченным чайником. Я заварила чай из лесных ягод. Они целое лето впитывают в себя солнце. Согревает и создаёт солнечное зрение. Дайпец, плюнул сам, сказала она и принялась разливать горячий чай под чашками. Так. Так, кто-то вообще всё перепутали. Согревает. Кивнул барашек, ладно, отшлибил в чашку. Создаёт. Естечный запомнил наоборот. Наоборот, сказал ежик. Прогревает. А бараш создаёт. Ну, пофиг. Просто лихто какое-то. С водушевлением москвы в носовом. Друзья стояли в сумерках под зоником и глядели на луч фонариком, который соединял их с солнцем. Они чувствовали, как сыгрывают друг друга своим теплом на ковре за лето. А ещё они знали, что этого тепла им хватит надолго. И уж точно до следующего лета. А слова эксмешайка. Настроение это то, как ты себя чувствуешь. Очень на погоду похоже. Когда настроение солнечное или радужное на 5 с плюсом, всё тебя радует. А может вдруг испортиться, стать мрачным и плохим. Тогда его нужно срочно улучшать. Чаю вкусного, например, выпить. Солнечные часы. Это такой прибор, с помощью него солнце подсказывает, который сейчас час. Обычные часы может сделать только мастер. А солнечные любой человек. Поставь вертикально палочку и начерти вокруг неё круг циферблат. Под солнцем палочка отбросит тень в стрелку и часы покажут время. Чай. Это напиток, он согревает и поднимает настроение. Чай заваривают, насыпают чайных листьев и заливают их кипятком. Ещё можно ягод или фруктов добавить для вкуса. Пьют чай из специальных чайных чашек. Но если чай очень горячий, можно пить его из блюдечка. Тепло. Это такое ощущение. Тепло бывает, если потерять ладошки друг от друга. Весной тепло приходит вместе с солнцем. А ещё тепло может быть от огня. От одежды или от того, что рядом с тобой твои друзья и родители. От добрых поступков тоже тепло становится. Фанера. Тонкая, лёгкая дощечка. На ней можно выжигать узоры и мастерить из неё подделки. Из фанеры можно выпилить что угодно. Та же солнце. А ещё на куске фанеры можно кататься с ледяной горки. Солнце. Это звезда. Солнце большое и горячее. Оно светит и греет. У него лучи есть. Их можно поймать в зеркала и превратить в солнечных зайчиков. Пасмурный день. Когда солнце за тучами прячется, настроение тоже пропасть может. А когда день солнечный, всем тепло и радостно. Ну вот солнце на ниточке. Выжить листа картона круг и треугольники. Приклей треугольники к кругам и раскрывать солнце оранжевым фломастерам. Если на улице пасмурно, солнце на ниточке поднимет тебе настроение. Его можно сделать из фанеры или из бумаги, а можно из пластилина. Вырежи из глубого картона полукруг неба и проделай в нём дырочки. Продей нитки через лучики и закрепи солнце на небе. Ну и вот так вот. Вот это вот у меня есть. И вот это у меня было. Ладно, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok